доброе утро владимир я всегда рад быть в вашей прекрасной студии под названием дыши и само название такое олицетворяет жизнь да все таки мы начинаем жить когда мы начинаем первых делать вдох владимир ты много лет практикуешь восточные искусства боевые искусства для себя ты выработал какое-то понятие что для тебя эти искусства означают на практике получается что искусство нотку но все равно очень многолекая как как жизнь она имеет много публиков прежде всего самое самое тихое самое такое мирное да то есть все начинается с медитации практически мы выполняем упражнение сидя лежа да то есть расправляем позвоночник садимся делать простейшие дыхательные упражнения и начинаем осознавать свою какую внутреннюю америка наша внутренняя энергия это прежде всего дыхание и иногда голос немножко и способность опираться на кости ну то есть как ребенок то он сначала там лежит сидит такие самые начальные фазы становления его телесные какой-то структуры и он осознает себя в пространстве лежа синий вот и поэтому это многие многие специалисты на это упор делаешь прежде всего надо вернуться в это детское состояние да то есть посетить полежать перекатываться чуть-чуть настроиться на восприятие себя как вот самое начало такой борьбы с гравитацией мы же выстраиваем структуру до весь позвоночник в поле тяжести соответственно важно научиться его расслаблять память растягиваться ты можешь оценить свое состояние до того момента когда ты начал ну так уже наверное более осознанно подходить к пониманию искусства да то что ты практикуешь и то что было до этого насколько вообще практика восточных искусств в том числе и так называемых боевых стилей да так назовем их влияет на сознание человека как она его формирует вот ну под по твоему мы сейчас говорим как бы да мне никто не о ком то просто вот твое восприятие для меня начал заниматься достаточно поздно там лет 10 и где-то где-то лет в 20 я вот там какие-то первые турниры начал выигрывать начал преподавать в девяносто шестом году по сути 22 года назад и сами занятия и преподавания и потом подготовка на уже тренером ну как я в этом живу собственно все я всю свою жизнь как бы он скорее склонен видите вот через эту призму на то есть когда что появляются какие-то новые классы которые новые увлечения то есть это целая жизнь пусть это творчество вот и она то что касается боевых искусств то есть это во многом понимание себя прежде всего то есть это вот сидячий лежачий цигун цигун стоя движение понимание шагов не так давно несколько лет назад пришла как бы пришли люди танцевали кто танцует я попробовал действительно танго для шагов великая история и это не боевое искусство это парное упражнение то есть это такое понимание контакта с людьми то есть понимание того как они дышат как они ходят как они двигаются как они думают как эмоциональная жизнь идет вот а уже на третьем этапе да собственно вот боевое искусство то шоу на месте то шоу движение вот я специально выбрал искусство такие с небольшой степенью насилия то есть чтобы все оставались целыми то есть я иначе не мог заниматься то есть я больше переживал да я понимаю я хочешь больше больше переживал когда в кого-то попадал чем даже когда в меня попадали меня попадали на это может быть а вот я поэтому достаточно рано переключиться вот на ту шоу наверно так вот девяносто штое как раз год и год и все с тех пор это вот это естественно искусство так сказать работы с равновесием человек то есть когда человек теряет равновесие он начинает как бы быстро себя осмыслять пока он равновесие нет никаких причин мышления включать мышление включается когда он теряет равновесие и вот это такая разумная провокация то есть немножко его пошатать чтобы он включился это очень классно как какие еще искусство или средства вот именно вот этого пошатывания тебе интересны помимо той практики профессионально которые ты увлекаешься приятного у меня очень много рядом дополнительных вещей которые мне очень радует то есть я достаточно давно занялся остеопатией то есть когда объектом нашего наблюдения да нашу медитации становится то как человек дышит пробием бегается вот такая вот очень-очень-очень терапия мягкая очень мне это нравится очень помогает чувствительность развивать и сосредоточность второе не так давно занялся голосом стал изучать влияние да вот когда мы звуки произносим удлиняем выдох вот это колоссальная по силе своей терапии да то есть когда мы пропеваем звук долгий очень удлиняется выдох очень хорошая тренировка и очень совсем другой подход к тренировке то есть это пропевание звуков вместе да во первых все вместе пою сразу группы поле появляется целостно первый раз друг друга видим а спеть мы уже можем вместе то есть просто выдох вдох да все по-китайски да и все тянемся и собираем же дополняем и все вместе работа идет вот занялся вокалом то есть оказалось что настоящий цигун это скажем это пень все остальные цигун они как бы такие охватывают маленькую маленькую часть дыхание вообще искусство наполнение вот этой всей полости но много-много технологий наработано великолепно я их очень интенсивно использую вот ну и вот наверно вот там есть такой анекдот всех специалистов про боевое искусство вот они когда приходят танцевать как бы обычно маэстро да там это вы наверно боевыми искусствами занимаетесь как бы все такие ребята тренированные на поиск паузы то есть танцор вообще он слышит сильную долю он всегда делает шаг в сильную долю а мы всегда делаем шаг как бы слабую долю то есть когда пустота то есть мы заходим в пустоту когда тихо да то есть мы видим паузу мы включаемся это можно сразу определить то есть тот танцует он приходит боевое искусство у него ничего не получается я говорю а вы наверно танцуете это как вы определили знаете вы двигаетесь тогда когда не надо двигаться в боевых искусствах то есть вы чувствуете движение партнера как бы да и вы вместе с ним идете вы либо после идите либо дома вместе с ним бессмысленно это уже событие да вам вы уже как бы или опоздали или или рано идете то есть тайминг совершенно разные на в танцах и в боевых искусствах то есть в танцах мы и делаем наше движение максимально ясным и понятно открытым для партнера в боевых искусствах мы его скрываем мы по сути ждем когда он выдохнет когда у него между ударами сердца короче мы ищем промежуток когда сделать чтобы он не услышал и поэтому в танцах нас никто не слышит вы очень-очень хорошо танцуете но ничего не понятно мы не можем вас понять и для людей которые боевых искусствах это огромная проблема то есть они не могут себя проявить потом никогда никак а ты говоришь сейчас о ну то есть вот короче надо попробовать я всем своим друзьям сказал а вот у меня много людей которые занимаются айгидо венчун там разные виды китайских единоборств да я говорю сходите на танк они приходят так смеются так смешно не совпадает вот эта картина мира то есть но нам очень нравится почему я прошу почему потому что мы можем себя выразить мы можем стать понятными сделать так чтобы нас понимали потому что в боевых искусствах мы становимся совершенно непонятными для всех мы действуем скрытно мы действуем в тот момент когда никто ничего не понимает и это в нормальной жизни потом сильно нам мешает можно ли изменить что-то в боевых искусствах можно не ли попробовать сделать что нет есть их природа есть их природа которая не нужно менять то есть мы когда как бы ты нам сегодня объяснял что достичь максимальных результатов с минимальными усилиями это требует очень большой степени скрытности то есть как бы требует как бы такого покоя недеяния наблюдения в ожидании понимание момента но тогда все твои действия внезапны они все как бы людям очень часто от нас нужно другого чтобы мы были понятны последовательны хорошо и ясно объясняли свою позицию какие-то свои действия свои намерения да то есть декларировали это все ну знаешь то есть наоборот с открытыми картами играли и поэтому вот здесь вот вот и говорю здесь мне про танго очень помогает я учусь как делать шаг сильную долю быть понятным делать ясные движения чтобы партнер понимал потому что это очень-очень потом помогает и становишься открытый понятный да то есть как бы несмотря на то что ты из ты хранишь в себе это как бы способность но ты и есть ты понимаешь что нужны и другие логики тоже вот логики понятности вот понятность это то что не не присуще бы искусству это нужно дополнять потому что мы должны выполнить боевую задачу минимальными усилиями ну будь то уведение из равномесия страшно мешает в жизни потому что потом никто не понимает чего мы хотим мы близкие да то есть тем кто рядом с нами очень сложно потому что они все как бы ну сталкиваются с тем что нас сложно понять что мы хотим сказать ученикам очень сложно что мы хотим сказать я с тобой соглашусь скрыть действие скрыть то есть сделать все внезапно непонятно не ясно а тогда получается как бы ты в таком виде мы уходим от социализации да как бы мы вот все время становимся такими скрытными и и с нами никто не хочет потом нет зато мы идем к успеху успех очень часто да то есть вот как говорят власть деньги они не любят суету они точно такие же да после его как бы успех в жизни это почти всегда способность действовать очень взвешенно свои временно и точно и непонятно для конкурентов для ну то что мы все вместе в конкурентной среде двигаемся да то нам нужно чтобы наши действия они были носили такой характер как бы непонятно вот китайские боевые искусства они на мой взгляд находятся под влиянием очень сильной доктрины но вообще боевое искусство то что мастер стремится быть эффективным и это совсем не на пользу передачи искусства он когда передает искусство она остается таким же до скрытным и это проблема и как бы искусство начинает как бы пропадать вот поэтому вот в такой в какой-то части мы должны научиться быть открытыми за понятными до чтобы люди могли прийти и научиться чтобы это делать честно да мы должны практиковать такие искусства которые подразумевают например танго то есть это тоже ну контактный вид да то есть но он требует ясности да то есть изложение допуст когда мы ведем партнерша должна слышать куда мы хотим шагнуть что мы хотим сделать все должно быть ясно такой пример владимир а как ты можешь может быть вкратце определить саму цель ну на твой взгляд сегодняшнем современном мире саму цель практики боевых искусств как мне кажется как бы ну опять временной отрезок определенный исторический временной отрезок откладывать свой отпечаток на практику боевых искусств вот сегодняшнем мире как нож какую цель все-таки могут преследовать боевые искусства для человека в частности я бы я бы видел такие как бы градации очень больших есть упражнения которые делает человек сам секунд медитация упражнения движение это очень очень важно для понимания себя то есть эти упражнения пришли из боевых искусств они несут их как бы отпечаток вот но они всем нужны чтобы сотрудничать собственным телом вот это сотрудничество это очень важный аспект в теле и если мы с ним сотрудничаем мы ему помогаем действительно то совсем другие отношения второй момент это контакт да то есть почти много много людей как бы лишены достаточного коллег контакта тактильного и они не понимают взаимодействие с людьми они немножко через речь общаются да но вот это общение через взаимодействие через парные упражнения по сути разные разные виды парных упражнений это очень большая школа для понимания того как мы взаимодействуем с себе помочь как мы берем ответственность на себя за их целостность и здоровье как мы передаем ответственность за себя на ним да то есть вот это все очень парных упражнениях нарабатывается вот конечно есть такие мирные боевые искусства да то есть которые не подразумевают как бы вред организму да то есть который решают задачу оставаясь в рамках работы с равновесием то есть структура человека целая да то есть мы ну я бы так назвал да что ну как сказать по аналогии то что это такие вот старые ветхозаветные боевые искусства ока за оку зуб за зуб то есть удары броски на пол резкие заломы вот арсенал да то есть каждый из этих действий она безусловно эффективно но она вредит телу человека и как бы эти боевые искусства данным мы видим сейчас это мама популярна но сложно согласиться то есть нужно согласиться с тем что это популяризация да там боевых искусств и что это коммерчески удачный проект но этика сама как бы этого процесса она никак вот например у меня в голову не укладывается то есть и непонятно то есть ну ребенка своего не отдашь на это этим нельзя заниматься да ну всю жизнь потому что травмы то есть ты травмируешь людей люди травмируют тебя то есть открыты явно деятельность не на пользу как по друг другу вот поэтому вот таких мирных боевых искусств да которые работают с равновесием очень полезно позволяет оставаться в тонусе потому что периодически мы как попадаем в какие-то ситуации сложно если у нас нет опыта да такой вот потасовки да какой-то драки какой-то да в хорошем смысле этого слова без вот членовредительства да то мы себя чувствуем неую конфликтных ситуациях конфликты случаются да то есть нужно уметь себя в них вести такие вот как-то да вот поэтому вот так вот так вот так вот для меня очень полезно самостоятельные упражнения очень полезно парные упражнения очень полезные вот боевые искусства мирного характера которые не вредят структуре человека и соответственно все другие искусства которые вот рядом находятся с ними да то есть они тоже я со всеми дружу вот с теми излишнее насилие как вода практикует то есть тут ну вот у нас хорошая сейчас карма да сейчас по сути не нужно много воевать когда и война как бы не метод по сути то есть отдельные профессии в которых без этого нельзя то есть я когда-то решение принимала для себя могу ли я быть военным ну я принял решение что нет то есть мне это все нравится оружие все но я как-то принял решение интуитивно что нет вот я искусство я буду заниматься там где-то не связано с отъятием жизни нанесением тяжких телесных повреждений чтобы мы договаривались друг с другом находили как мирно сосуществовать спасибо владимир ну мне кажется вот на на этой такой позитивной доброй ноте мы закончим нашу небольшую беседу им надеюсь что мы еще пообщаемся спасибо большое